Всем привет! С вами Джон Петруччи. Hey everybody, this is Джон Петруччи. Никогда не будет играть на гитаре, если вы будете делать то, о чем я сейчас расскажу. Итак, что не нравится преподавателям по гитаре? Ну, во-первых, хотелось бы сказать о нежелании учащихся правильно сидеть. Что значит сидеть правильно? Это значит играть в такой посадке, которая будет способствовать процессу вашего обучения, а не затруднять его. Такой посадкой является классическая посадка. Не у всех людей получается сидеть сразу, располагая гитару на правой ноге. Для некоторых это с самого начала является неудобной посадкой, но они из-за своей неопытности этого пока не понимают. И бывают такие ситуации, когда ученик пытается сесть, располагая гитару на правой ноге, и у него не получается ничего. Ни поставить руки правильно, ни тем более сделать какие-то начальные упражнения для постановки рук. А в этом случае как раз и нужно пересесть в классическую посадку. Это уже проверено на моем личном исполнительском и преподавательском опыте, а также на опыте других музыкантов-гитаристов. И когда преподаватель пытается пересадить ученика в классическую посадку, то ученик начинает этому противиться. Он говорит, что ему так неудобно и что ему так не нравится. Но в данном случае он, во-первых, путает понятие неудобно и непривычно, а это разные вещи. А во-вторых, он абсолютно не понимает, что это обязательно нужно сделать для того, чтобы добиться нужного результата. И что преподаватель пытается усадить его в такую посадку не просто так, потому что ему так хочется. А потому что так точно все получится. Двигаемся дальше. Нежелание некоторых обучающихся изучать ноты и теорию музыки. Некоторых учеников просто невозможно уговорить играть по нотам. Они почему-то думают, что ноты это бесполезно, ненужно и бессмысленно. Но, как и в случае с классической посадкой, изучение нот и теории музыки будет только помогать вашему развитию и никак не будет ему мешать. Это сделает вам только лучше. Да, возможно, придется много думать, придется потратить на это какое-то время, но в дальнейшем это даст хороший результат. Нужно понимать, что музыка и ноты это одно целое, как математика и цифры. Давайте представим, что мы учимся считать, не зная цифр, используя, например, счетные палочки. Так же можно? Можно. Когда нам надо сложить 2 и 3, там все понятно. Мы берем 2 палочки, потом 3 палочки, считаем их и получаем 5. А если нам надо сложить, например, 257 и 185, мы что, палочки будем отсчитывать? Вот так и в обучении музыки. Как вы будете разбирать музыкальные композиции, которые вы хотите выучить, не зная нот? Допустим, какую-то несложную пьесу в пределах первых трех ладов преподаватель вам может показать, и вы ее запомните. А если произведение уже более продвинутого уровня, а если там по всему грифу играть надо, а если оно на 5 страниц, это все показывать, что ли? Так это даже намного сложнее, чем тот пример с помощью счетных палочек решить. И даже если преподаватель вам сам покажет руками, что надо играть в какой-то пьесе, то вы, придя с урока домой, можете просто забыть. Человеку это свойственно. Человеку свойственно что-то забывать. И вот в этом случае ноты вам и помогут. Если вы что-то забыли, то в нотах все написано. Музыка вся состоит из нот, так же, как и математика состоит из цифр. Так же, как и литературные произведения состоят из слов и букв. Невозможно прочитать книгу, не зная букв. Можно, конечно, послушать аудиокнигу, но а что, если книги нет в аудиоформате? Все мелодии состоят из нот, все аккорды состоят из нот. Можно и даже нужно научиться читать аккорды по схемам. Но, если мы будем изучать теорию музыки, то нам эти схемы могут просто даже не понадобиться, так как мы будем понимать, как строятся эти аккорды и из каких нот они состоят. Если мы будем знать расположение нот на грифе, то мы сможем играть эти аккорды не только в первой позиции, но и в других расположениях. А это значительно разнообразит нашу игру и сделаем все, что мы играем, более интересно звучащим. У нас не будет возникать вопросов, что означают цифры, приписанные к аккордам. По крайней мере, если вы будете изучать хотя бы ноты, не говоря уже о теории музыки в целом и более углубленном ее понимании, то преподавателю будет уже проще вам объяснить, а вам будет проще понять, что означают эти цифры. Еще хотелось бы сказать, что далеко не всем сразу удается играть аккордами, поскольку, чтобы зажать аккорд, нужно использовать более одного пальца на левой руке. Есть, конечно, аккорды, которые можно сыграть одним пальцем, но такими аккордами целиком даже одну песню не сыграешь. Все равно придется использовать несколько аккордов, а их уже нужно будет зажимать несколькими пальцами. А вот пьесы, которые учатся по нотам и которые предназначены именно для начального этапа обучения, предусматривают постепенную постановку левой руки на гриф. И это происходит постепенно и не так болезненно, как в случае с игрой аккордов уже на первых занятиях. А потом уже, когда выучено несколько пьес, или хотя бы одна какая-то пьеса, и пальцы левой руки уже привыкли прижимать струны к грифу, то и аккорды играть будет проще. Вы сейчас можете упрекнуть меня в том, что я забыл про табы. Табулатуры имеют право на существование, ими тоже нужно уметь пользоваться, и нужно знать, что это такое вообще в принципе. Но у нот перед табами есть одно большое преимущество. Табы не дают той информации, которую дают ноты. И если вы умеете читать ноты, то по нотам вы сможете сыграть музыкальную композицию, даже в том случае, если вы ее вообще никогда не слышали и даже не представляете, как она звучит. Поскольку в нотах написано все. И сами ноты, и ритм. А в случае с табулатурами ритм пишется далеко не всегда. А если он даже там и пишется, то он обозначается так же, как и в нотах. И его тоже нужно уметь просчитать. А навык счета ритма и изучение длительности нот также относится к вопросу изучения нотной грамоты. У табулатур есть еще один минус. Не все табы составлены грамотно, поскольку они не всегда пишутся грамотными музыкантами. Мне попадались табулатуры, в которых я встречал какие-то, ну, совершенно неразумные позиции. Но благодаря тому, что я знаю ноты, и я знаю, как они расположены на грифе, я эти ошибки мог исправить и переделать их так, чтобы это было удобно играть. Как я уже сказал, я не считаю, что табами нельзя пользоваться вообще. На моем канале есть разборы с табулатурами. Но я ручаюсь за качество этих табулатур. А ручаюсь я только потому, что я знаю ноты, я знаю, как они расположены на грифе. И поскольку все табы, которые представлены на моем канале, были написаны лично мной, то я с полной уверенностью могу заявить, что там все в порядке. Тем более, что все эти композиции я сначала выучил по нотам, а уже потом написал на них табы. И в принципе, если вы учитесь у преподавателя, то вы, конечно, можете приносить ему табулатуры. Он поможет вам разобрать это музыкальное произведение, поможет распознать и исправить ошибки, если они там есть. Но советую делать это только в том случае, если выбранного вами произведения нигде нет изложенного нотами. И во всем интернете или где вы его ищете, оно написано только в табулатурах. Да и то. В такой ситуации рекомендую все, что вы играете, хотя бы устно переводить в ноты. И лучше будет, если вы будете не просто понимать, какие ноты вы играете, а какая гармония или какие интервалы складываются в совокупности этих нот. Так ваши занятия будут проходить с наибольшей пользой, с наибольшей продуктивностью, и вы будете становиться грамотным музыкантом, а не просто бездумно играть все, что в табах цифрами написано. Есть еще такой вариант, как смотреть видеоразбор произведения на ютубе или где-то в интернете. Такой вариант также не является чем-то плохим и им тоже можно пользоваться. Но если это произведение есть в нотах или хотя бы в тех же самых табах, то зачем тогда нужен этот видеоразбор? Можно просто разучивать эту композицию по нотам или по тем же самым табам, но не забывать переводить их в ноты и понимать, что вы играете. И быть внимательным при разборе табов. Но может случиться такая ситуация, когда произведение есть только в формате видеоразбора, и его нет ни в нотах, ни в табах. В такой ситуации, естественно, мы будем все учить по видеоразбору, но тем не менее, все равно это все можно переводить в ноты и вникать в то, что вы играете, как и в случае с табами. Я уже сказал, что я в принципе не являюсь противником видеоразборов, и возможно когда-то я и сам буду делать видеоразборы своих аранжировок. Но в моем случае я опять-таки отвечаю за качество этих разборов и гарантирую, что там не будет абсолютно ничего неразумного. Поэтому если у меня когда-то руки до этого дойдут, и если все-таки у меня выйдут какие-то видеоразборы, то можете смело смотреть и учить. А можете принести этот видеоразбор своему преподавателю, показать ему, и может быть он вам еще что-то подскажет, либо упростит, если будет сложно. Так тоже можно делать, и не стоит бояться творчески подходить к разбору пьесы и вносить какие-то изменения. Подведем итог по пункту. Знать ноты и изучать теорию музыки очень нужно и очень полезно, если вы учитесь играть на музыкальном инструменте. Но в жизни могут возникнуть разные ситуации. Например, аранжировка, которую вы хотите выучить, нигде не представлена нотами, а есть только в табах. В таких случаях можно разучивать по табам, но только если вы сами знаете расположение нот на грифе, и в случае неграмотно написанных табулатур можете исправить эти ошибки. Либо разбирать под присмотром преподавателя. Также может возникнуть ситуация, когда есть только видеоразборы. В этом случае следует действовать так же, как и с табами. Разбирать, но думать. А вот теперь представим, что то, что мы хотим выучить, есть только в нотах. И нет ни табов, ни видеоразборов. Что будем делать в такой ситуации? Есть такой вариант, как прийти к своему преподавателю, попросить его разобрать с вами это произведение, или даже переписать в табы это произведение. Но на то, чтобы это сделать, у преподавателя может уйти просто неимоверное количество времени. И не все преподаватели станут этим заниматься. А в некоторых случаях это вообще может быть нереальной задачей. Поэтому ноты это самый универсальный способ записи музыки. И к тому же научиться читать ноты это не так уж сложно. Это все равно, что научиться читать буквы. Один раз научитесь, потом не разучитесь. Следующее, о чем я хотел бы поговорить, такая проблема, как желание получить знания на халяву. Здесь я имею в виду не желание учиться бесплатно, а желание учиться не прикладывая усилий и ничего не делая. Сюда как раз можно отнести и то, о чем я говорил до этого. То есть сидеть правильно не хотим, ноты учить не хотим, а результат хотим. Или, что является не менее критичным, сплошь и рядом бывает такое, когда на дом задается задание, а оно не выполняется из урока в урок и оправдывается это тем, что не было времени. Если случай, когда домашнее задание не выучено разовый, то это не так страшно и в принципе это можно понять. Мы все живые люди и в жизни всякое бывает. Но если это происходит чуть ли не на каждом уроке, и даже не важно, действительно ли у вас не было времени, или вы выдумываете, что у вас его не было, то в таком случае лучше не заниматься вообще, не тратить на это свои деньги, свое время и время преподавателя. Лучше то время, которое вы проводите на уроках у преподавателя, потратив свое удовольствие. Так вы хоть удовольствие какое-то получите. А ходить на уроки, да еще и платить за них деньги, а потом ничего не делать, оправдывая это тем, что у вас времени не было, это просто неразумно. Это как купить абонемент в спортзал, а потом туда не ходить. Деньги отдал, а что толку, что если ты в спортзал не ходил и не занимался? Мышцы сами по себе не вырастут. И когда вы идете учиться к преподавателю, вы прежде всего должны понимать, что больше всего вам придется заниматься самостоятельно, отрабатывая тот материал, который вам будет давать ваш преподаватель на уроке. И на это уйдет не 5 и не 15 минут, а намного больше. И если вы не готовы пойти на такую жертву, или у вас нет такой возможности, то идти учиться к преподавателю это бессмысленно. Даже то, что вы заплатили деньги за занятия, это совсем не означает, что вы автоматом покупаете умение играть на инструменте. И это не только в музыке, это в любой сфере обучения так работает. Пойти учиться это не то же самое, что пойти в магазин и купить там что-то. Здесь учиться надо. Здесь не работает все по принципу магазина. Даже несмотря на то, какое количество денег вы отдали, и к какому преподавателю вы пошли учиться. Каким бы крутым преподаватель не был, и сколько бы вы ему не заплатили, ничего не будет, если вы сами не будете учиться и не будете заниматься самостоятельно дома, и отрабатывать то, что вам дает ваш преподаватель. Ну и последний пункт. Преподаватели не любят, когда не подписываются на их канал, когда не нажимают колокольчик, когда не делятся их видеороликами с друзьями, когда не вступают в группу ВКонтакте, не подписываются на Инстаграм. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Да, когда не ставят лайки, преподаватели тоже этого не любят. Всем удачи, я надеюсь, что это видео было вам полезным, всем всего доброго и творческих успехов. Пока!